Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Исследователи из Лос-Аламосской национальной лаборатории создали новый метод, который минимизирует количество ошибок при записи в молекулярное хранилище, а также упрощает исправление любых потенциальных проблем. Наше программное обеспечение, адаптивный кодекс хранения ДНК, ЭЦКОДЕКС, переводит данные из того, что понимает компьютер, в то, что понимают ученые-биологи, пояснил Лачар Ионков, который возглавляет проект. Это как переводить с английского на китайский, но намного сложнее. Ближайшая цель проекта – разработка технологий хранения ДНК, способных записывать 1 терабайта и читать 10 терабайтов в течение 24 часов. При этом стоимость такого сервиса будет меньше тысячи долларов США. В яйцеклетках есть информация о ДНК будущего. Ребенкаучины рассчитывают, что хранилище ДНК может обеспечить возможность хранения огромных объемов данных при низких затратах, что будет иметь жизненно важное значение в ближайшие годы по мере того, как количество производимых данных будет продолжать расти, по сравнению с ленточным хранилищем, которое используется для архивных целей, ДНК намного плотнее. Разлагается практически также быстро и не требует обслуживания, биоматериалы предлагает многообещающие решения по сравнению с ленточным хранилищем, преобладающим методом хранения, который является технологией, датируемой 1951 годом, отмечают ученые, читайте далее, инфракрасное излучение от рук человека использовали для шифрования, создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, в долине смерти нашли бактерии, которые находились в эволюционном застое миллионы лет. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.